МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество обращений из районных центров по вопросам благоустройства и инфраструктуры в целом уменьшается. Такой результат в определенной степени принесла работа, которая проводится в регионе по наведению порядка в небольших населенных пунктах. На уровне области концентрируются средства, которые в течение года используют на обновление двух-трех городов. Председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник. Населенные пункты Гомельской области и сам город над Сожем в республиканском смотре санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси уже на протяжении нескольких лет лидеры. Так, в частности, в этом конкурсе по итогам 2015 года Гомель был признан лучшим областным городом Беларуси. Такого звания областной центр удостоился уже в третий раз за предыдущую пятилетку. В этом же соревновании в числе победителей также районные центры Гомельской области на Ровле и Ельск, деревне Заширье Ельского района. Несомненно, такие высокие результаты свидетельствуют о системности в работе местных властей по наведению порядка и благоустройству. У нас достаточно грамотные руководители области, которые видят красоту, которые хотят, чтобы города были красивыми, обновленными. И в 2015 и в 2016 годах город Гомель был в лидирующих, первое место занимал в республике, как благоустроенный город. Мы не безразличны к городу, и вот у нас каждый год что-то появляется новенькое, в благоустройстве, в каком-то решении по установке малых архитектурных форм. Примечательно, что в числе наиболее крупных проектов по развитию инфраструктуры Гомеля, реализованных в 2015 году, который отметила Национальная комиссия по развитию населенных пунктов, завершение строительства набережной реки Сож, благоустройство Центрального городского пляжа, организация бессветофорного движения по улице Кирова и некоторые другие. Системная работа по наведению порядка и благоустройству проводится и в целом в регионе. Курирует ее председатель Гомельского облсполкома Владимир Творник. В Гомельской области принят такой формат в плане подхода к благоустройству городов и населенных пунктов в Гомельской области. Каждый год мы по 2-3, если есть возможность, и по 4 населенных пунктов благоустраиваем. То есть, начиная от дорожного покрытия, от реконструкции объектов, от покраски фасадов, от установки ограждений территории и заканчивая в общем комплексном решении по тому или иному городу. По словам Светланы Кухасковолец, алгоритм наведения порядка следующий. Специалисты приезжают в населенный пункт, определяют необходимый объем работы и, в частности, какие объекты реконструировать или возвести, обновить, установить малые архитектурные формы, а затем уже начинается само благоустройство. Ежегодно на такое масштабное обновление городов и агрогородков направляется немало средств. В частности, это деньги из областного и районного бюджетов, средства отраслей. Результат такой комплексной работы, где задействованы губернатор, руководители ведомств, различных организаций и предприятий, строители. Красивые и ухоженные города. Комфортные условия для проживания местного населения. Стоит отметить, что благоустройство в таком формате в регионе ведется уже на протяжении последних четырех лет. Строители и архитекторы Гомельщины обновили такие города, как Жлобин, Лоев, Хойники, Чечерск, Будокошелева, Ельск и Рогачев. В этом году новый облик приобретет город Ветка. Прежде всего здесь реконструируют объекты уличной дорожной сети, жилые дома, объекты социально-культурного назначения, а также одно из главных мест города – Красную площадь. Архитекторами была разработана архитектурно-планировочная концепция. Она центральная площадь, и поэтому, естественно, на ней прилегающие территории расположены объекты, значимые для города Ветки. И в стиле, все-таки Ветка – это город стареобрядческой культуры, мы бы и хотели решить площадь, оформить ее орнаментом старообрядчества, реконструировать фонтан, который у них там красивый такой есть, благоустройство, сделать в части озеленения данной площади, установить какие-то интересные малые архитектурные формы, чтобы площадь обновилась, была такой достаточно красивой и приятной для отдыха горожан. Всего же Ветки планируется реконструировать и возвести около 50 объектов. Большинство – в социальной сфере. Один из них – районный дом культуры. Дом культуры, конечно, у нас абсолютно востребован. Это единственное в городе Ветка такое культурное учреждение, в котором проходят концерты районного, областного, ну и нового масштабов, акций разного формата, и Чернобыльский шлях, и наши местные районные и областные акции. Поэтому он на самом деле поистине востребован, потому что это, скажем, храм культуры города Ветки. Поэтому здесь, благодаря, конечно, средствам, выделенным из областного бюджета, делается текущий ремонт фасада, текущий ремонт фойе, текущий ремонт танцевального зала. Поэтому по текущему ремонту приводится это учреждение в полное, скажем, эстетическое и хорошее состояние. В числе значимых объектов, которые вскоре приобретут новое лицо, Музей старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова. Это учреждение – визитная карточка Ветки. Сама ветка сейчас входит в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины», который считается одним из брендов нашего региона. Надо отметить, что в 80-х годах прошлого столетия музей был включен во всесоюзные туристические маршруты и ежегодно принимал до 60 тысяч человек. На данный момент эта цифра в шесть раз меньше, но, возможно, с обновлением этого учреждения возрастет и число посетителей. Сейчас на реконструкции находятся два здания музея, при этом экспозиции для желающих прикоснуться к уникальности и разнообразию ветковского искусства, продолжают работать. В целом же у местного руководства планы по обустройству города и развитию в нем социальной инфраструктуры масштабные. По инициативе райисполкома сейчас с общественностью обсуждается предложение о строительстве первого в истории ветки бассейна, а точнее двух – взрослого и детского. Самая большая работа и самая оптимальная – это у нас строительство бассейна. Люди, конечно, ждали этого момента, и вот, наконец, мы, я думаю, начнем. А так у нас попали большинство социальных объектов. Детский сад у нас попал на капремонт и гимназия. Там действительно пройдут масштабные изменения внутри и снаружи. Для детей будет и благоустроенные территории, что очень нас радует. И надеемся на благоустройство улиц. Все дома многоквартирные получат у нас и новые фасады, практически новые лица. И у нас также предприятия работают над этим вопросом. То есть у нас никто не остался в стороне. Основную часть работ по благоустройству ветки проводят организации Гомельской области. Большое внимание уделяют также ремонту дорог. Обновляют не только дорожное полотно, где будут дополнительные полосы движения, но и тротуары. Планируется, что значительная часть работ по обустройству города завершится в апреле. Кстати, нынешний вид ветка приобрела еще во времена Советского Союза. Нельзя сказать, что за последние десятилетия здесь совсем не велось обновление. Однако масштабы его точно были не такими серьезными, как сейчас. Строительные работы в ветке ведутся планомерно. И специалисты надеются сделать этот город красивым и уютным, чтобы он уже летом радовал своих жителей. Ждем улучшения, конечно, что будет красиво в ветке. Наконец-то наступит у нас порядок будет. Дорожки будут тротуарные, что мы будем с детками гуляться. Конечно, будет лучше, легче ходить, пройти по улице и все остальное. Дорога узкие были. Я смотрю, немного расширено все. Я сам бывший дорожник, так что трошки понимаю в этом. Конечно же, уют, красоту и комфорт обновленные ветки уже совсем скоро смогут оценить не только ее жители, но и многочисленные туристы. А вот преображение Рогачева, который в прошлом году был столицей Дня белорусской письменности, оценили многочисленные гости не только из регионов Беларуси, но и зарубежья. Всего на благоустройство Рогачева в 2016 году из областного бюджета было направлено 28 миллионов рублей. Еще 652 тысячи рублей из бюджета района. Горожане получили обновленный и удивительно красивый город. И, конечно же, к благоустройству города архитекторы региона подошли, как всегда, творчески. Здесь появились новые парковые зоны, улицы и площади. Кстати, центральная площадь получилась необыкновенной, европейского уровня. Это отмечали практически все гости Дня белорусской письменности. Еще один объект расположен в центре города, который заслуживает внимания – Музей военной техники под открытым небом. Примечательно, что его основными экспонатами стали образцы техники разных времен, снятые с вооружения. В рамках мероприятия проведения Дня белорусской письменности был основной уклон сделан на благоустройство нашего центрального парка. Была проведена огромная реконструкция, добавлены площади, выполнена масса дорожек. Также у нас появилась новая набережная. На этой набережной установлено дерево нашим влюбленным, которое символизирует благополучие и любовь. Однако изюминкой в обновлении Рогачева стало открытие первого в Гомельской области дома книги. Как считают сами архитекторы, для такого города и в целом нашего региона – это очень значимый социальный объект. С инициативой подарить его жителям Рогачева выступило Министерство информации. Здесь есть книжный магазин «Першацвет», а также библиотека и читальный зал. Дом книги – это такой небольшой многофункциональный комплекс, где разместились центральная библиотека, детская библиотека и книжный магазин «Першацвет». Несомненно, открытие дома книги поспособствовало всплеску читаемости у нашего населения. Самым интересным моментом является то, что стали читать больше краеведческую литературу. И вот за этот небольшой промежуток, пока мы открылись, если сравнить динамику с прошлым годом, у нас увеличилось количество читателей, это где-то в целом на 800 человек. Увеличилось количество посещений, увеличилось количество книговыдачи. Кроме того, библиотека приобрела особую популярность и у маленьких жителей Рогачева. Здесь они могут не только почитать любимые литературные произведения, позаниматься в развивающих кружках, но и стать участниками разнообразных познавательных акций. Они, кстати, проходят в театрализованной и в экскурсионной формах. В Доме книги много интересных площадок, которые заслуживают внимания посетителей. Одна из них — «Литературная аллея». Она посвящена белорусским писателям, которые жили и творили на Рогачевщине. Андрею Макайонку, Владимиру Короткевичу, Михаилу Лынькову. Специалисты Дома книги надеются, что вскоре здесь, наряду с такими известными литераторами, появятся и новые имена. Возможно, это будут люди из числа тех маленьких горожан, которые сейчас являются читателями библиотеки. Обновлённая общеобразовательная школа номер 3 стала ещё одним подарком юным жителям Рогачёва. В этом году учреждение образования, в котором обучаются почти 400 ребят, отмечает своё 55-летие, а потому его реконструкция была своевременна. К ремонту здесь подошли основательно. Заменили блоки, оконные и дверные, отреставрировали фасады, провели внутреннюю отделку помещений. При этом большую часть работ делали хозспособом и за счёт собственных средств. К трудовой акции подключили друзей и партнёров из колледжей строителей Гомеля, Мозыря и Рогачёва. Но только этим не ограничились. Обновили и материально-техническую базу школы. В классах появились новые доски и мебель. Приятным сюрпризом для ребят стал компьютерный класс, который подарил школьникам губернатор Владимир Дворник. И, кстати, одарённая молодёжь, которая занимается здесь информатикой, уже успела заявить о себе на республиканском уровне. Благодаря подарку нашего председателя Гомельского облсполкома, который подарил нам компьютерный класс, мы уже стали резидентами парковых высоких технологий в Минске. Также мы являемся организаторами республиканского конкурса, программируем скретч. И вот уже в конце марта у нас будет проходить второй конкурс в Минске, в котором дети показывают своё мастерство в программировании скретч. Реконструкция школы номер 3 в Рогачёве – это тот случай, когда вложенные в образование бюджетные средства окупаются сторицей. В целом же здесь ещё планируют продолжить благоустройство прилегающей территории и спортивных площадок. В Рогачёве также преобразились центральный стадион, где были заменены дорожки, тротуары, отреконструированный фасад и внутреннее помещение, а также главные улицы города. Так был сделан капитальный ремонт 15 километров дорог с их расширением до четырёх полос. Кроме того, появилась новая рекреационная зона – парк, в котором расположены большие озёра. Эту площадку для отдыха в дальнейшем ещё планируют развивать. В благоустройстве Рогачёва труд практически каждого его жителя, и этот колоссальный вклад придал городу новое дыхание. Без сомнений, в обновлённый райцентр будут привлекаться не только туристы, но и инвесторы. Сегодня, благодаря тому, что город наш преобразился в такой степени, мы ставим и акцентируем внимание на том, чтобы дополнительно привлекать сюда инвесторов. Основной удельный вес – хотим сделать листавку на развитие сферы услуг. Это дополнительное строительство наших точек – общепиток, кафетерий, рестораны. Как это будет выглядеть, в какой форме, будем непосредственно уже разговаривать с инвесторами, которые к нам придут. По словам Алексея Викторовича, положительный пример государственно-частного партнёрства – открытие в городе ко дню письменности итальянского ресторана. На сегодняшний момент это одна из лучших точек в сфере услуг, и она довольно привлекательна для местных жителей. Потенциальным инвесторам на Рогачёвщине готовы предложить и другие варианты для реализации проектов. Основные крупные производители, допустим, после дня письменности очень заинтересовались нашими торговыми площадями. Мы сегодня уже заключены договора с такими, как «Светанок» производителями, как «Марка». Мы сегодня сдаём им в аренду помещение. Тем самым мы ещё раз обращаем внимание на наш город, привлекаем сюда не только туристов, но вот хотелось бы, конечно, инвесторов ещё побольше позвать, потому что здесь есть жизнь, есть люди, ну и есть перспективы дальнейшего развития. Подготовленные земельные участки для продажи на аукционах, или сдачи в аренду под строительство таких же кафетериев на базе нового парка около железнодорожного вокзала. Подготовленные участки уже для строительства торговых объектов. Благодаря решениям по наведению порядка на земле и благоустройству, облик наших городов и посёлков не уступает европейскому. Каждый населённый пункт преображается, сохраняя свою историю. И, как уверяют архитекторы региона, работа по благоустройству районных центров и агрогородков в Гомельской области будет продолжена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова